С этим замечательным котом-вареником мы знакомы уже давно. Два года назад в приемнике для безнадзорных животных я делала сюжет «Кодню кошек». Как раз тогда с ним и познакомилась. Героями репортажа тогда стали Вареник и его друг Изюм. Черно-белого Изюма больного и голодного нашли на огородах, а Белый Вареник несколько лет жил возле продуктового магазина в Старом районе. Посмотрев наш сюжет, семья Власовых решила забрать домой обоих котов. И возраст животных не стал помехой. Мы подумали, что котят много кто берет, а взрослые коты, скорее всего, обречены остаться одни в приюте. Дом у Власовых уже жил кот, тоже взятый из приемника. Сначала старожил пытался скачать свои права, а потом на главенство в доме претендовал уже Вареник. Но сейчас мелкие дрязги позади, и коты стали одной большой дружной семьей. А вот крысу, живущей в квартире, все трое побаиваются. Своих хозяев любят, но Вареник, например, больше выделяет Марину. Кстати, Белый кот из них троих самый интеллигентный. Видимо, сказываются годы, проведенные на улице. Марина рассказала, что во время дистанционного обучения Вареник очень внимательно смотрел лекции. Все ждали, когда он начнет задавать вопросы. Семья не жалеет, что взяла котов из приюта, а не стала приобретать породистых животных. Я считаю, что в первую очередь нужно смотреть на котов из приемника. А породистые коты, они ничем не отличаются от них. В приемнике и на его передежках живут более 80 кошек и собак. Особенно много котят, которым очень нужны заботливые хозяева. Фотографии всех животных можно посмотреть в группах приемника в социальных сетях. Кроме того, на нашем канале появилась новая рубрика «Ищу хозяина». Вместе с волонтерами мы рассказываем об обитателях приемника. Первые выпуски можно посмотреть на канале в Ютубе, канал 16, телевидение Сарова. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Сарова-24.